Крысы и мыши рядом с человеком живут многие века. И не то, чтобы человек так хотел. Скорее, эти синантропы желанием человека не считаются. Более того, мигрирующие крысы были переносчиками страшных болезней, выкасывающих целые города и страны. Методы борьбы с грызунами менялись, но эффективных так и не было. Крысам присуща не только агрессивность, но и животный ум, хитрость, интуиция. Они способны избегать ловушек, расставленных человеком, обходить стороной отравленную приманку. Век урбанизации крысы приспособились к жилью в больших городах, многоэтажных каменных домах. Они мигрируют по колодцам связи и по канализации, по лианам винограда и просто по лестничным маршам. По стволам мусоропроводов роют норы в подъездах и подвалах. В соответствии с действующим санитарным законодательством, а также на основании распоряжения госадминистрации от декабря прошлого года, на основании программы профилактических дезинфекционных мероприятий по предупреждению заболеваний за антропонозными инфекциями, принятые на ближайшие пять лет. Мы отделение профилактической дезинфекции осуществляем в жилом фонде города профилактические дезинфекционные мероприятия. Это мероприятие по борьбе с грызунами, дератизация и дезинфекция. Севастопольцы, оплачивая услуги рэпов, вносят свои деньги и на борьбу с грызунами и насекомыми. Специалисты отдела профилактической дезинфекции, городской санэпидстанции регулярно ведут борьбу с крысами и тараканами. Но ремонтно-эксплуатационные предприятия не торопятся рассчитываться за эту работу, задерживая у себя собранные на эти цели деньги жильцов. В Нахимовском районе долг составил 122 тысячи гривен, из них рэп второй задолжал 44 тысячи, десятый рэп 24 тысячи, одиннадцатый – 22 тысячи, жилсервис 13-й – 27 тысяч. В Балаклавском районе суммарный долг составил 50 тысяч, из них 26 тысяч задолжал рэп 12 и 24 тысячи – 14-й – жилсервис. Стоимость услуг по диротизации дезинфекции оплачивается населением в составе тарифа квартплаты, ремонтно-эксплуатационным предприятиям и любым другим предприятиям, обслуживающим жилой фонд и придомовую территорию. Жильцы многоквартирных домов в случае появления в подъездах и подвалов крыс, мышей, тараканов вправе спросить у руководства рэпа, куда попали собранные на диротизацию и дезинфекцию деньги. А милые крысиные мордашки, выглядывающие из мусоросборников, и нор в стенах подъездов не дают повода для благодушия.